Великий писатель Сергей Аксаков был первым студентом Казанского императорского университета. В честь 230-летия со дня рождения Аксакова во дворе главного здания Казанского федерального университета был установлен бюст писателя. Во внутреннем дворе главного здания Казанского федерального университета был установлен памятный бюст известного писателя XIX века, автора сказки «Аленький цветочек» и других известных произведений общественного деятеля, литературного и театрального критика Сергея Аксакова. Автором скульптурной композиции стал академик и член Президиума Российской академии художеств скульптор Салават Чербаков. Памятник занял место рядом с бюстом другого известного студента императорского университета Льва Толстого. От имени ректора нашего Ильича Травка Чагафурова стала добрая традиция уже открывать памятники нашим знаменитым выпускникам, писателям. И вот сегодня мы этот традицию продолжаем. Сегодня, когда мы отмечаем 230-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича, мы открываем бюст ему. И это очень-очень-то великолепно, и это очень симптоматично. Я думаю, такие бюсты и памятники будут еще, наверное, и дальше здесь устанавливаться. Учась в Императорском Казанском университете Сергей Аксаков проявлял особый интерес к занятиям литературой, принимал участие в выпуске рукописных журналов «Аркадские пастушки», журнал «Наших занятий», где поместил свое первое сочинение. В 1806 году он стал посещать студенческий кружок любителей отечественной словесности. Эта инициатива была с вдохновением поддержана широкими массами людей. Уже было сказано, что Курс Томогалевич, безусловно, поддержал инициативу Русского национально-культурного объединения в День русского языка. Интересный факт, что во время учебы в университете будущий писатель уделял особое внимание изучению словесности и философии, а также имел по ним отличные оценки. Под влиянием профессора Карла Фукса увлекся коллекционированием бабочек и других насекомых. Свою коллекцию передал натуральному кабинету Казанского университета. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз.